Добрый вечер, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Вы же знаете, какой сегодня день. Сегодня день работника скорой помощи. И у нас тут возникают разные скоропомощные ситуации, которые мы успешно разрешаем, как это обычно и бывает со скорой помощью, она же призвана помогать. И это все замечательно, потому что у нас сегодня в гостях на седьмом эфире проекта «Очки, маска, две перчатки» «Разговор с врачами-ковидоборцами во времена пандемии». Это человеческий разговор. У нас замечательный гость Юлия Рахмачева, фельдшер линейной выездной бригады и плюс к тому врач-ординатор-невролог. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте, добрый вечер! Ужасно рада, что вы смогли, невзирая на все-все-все-все многочисленные сложности, сегодня прийти на эфир и поговорить. Поговорить. Я вас поздравляю! Спасибо! Замечательный такой день. Как вообще дела? В целом и в работе. В целом и в работе. В целом неплохо, в принципе, держимся. Немножечко здоровье подвело, но благо все на корню предвидели, поэтому можно дальше жить. Пневмонии нет, слава богу. Да, пневмонию исключили, но, к сожалению, да, в борьбе с ковидом, ковид пришел в мою жизнь. Как дела на скорой? Что происходит сейчас? Ну, на скорой также происходит слаженная работа, то есть как только все это началось, администрация станции сразу мобилизовалась, сразу были открыты ковидные бригады. То есть это те бригады, которые выезжают только на подтвержденный коронавирус, выезжают на проведение спецмероприятий, то есть на выявление контактных. То есть изначально мы даже брали мазки, потом, когда это приобрело очень массовый характер, мы поняли, что поскоро это делать нецелесообразно. Поэтому мы занимаемся чисто такой сортировкой и выявлением контактных заболевших лиц на данный момент. Мы те, кто действительно понимает, что нужно дальше для данного пациента, это либо мы оставляем, осматриваем дома, выписываем предписание для того, чтобы соблюдалась наконец-таки самая необходимая самоизоляция, либо мы диагностируем ухудшение состояния, отвозим в КТ-центр, либо это уже госпитализация. То есть мы такую выполняем достаточно обильную работу, объемную работу для оценки состояния тех, кто подвергся инфицированию. Юля, а сколько смены продолжается? Сутки. 24 часа? 24 часа с 8 утра, вот я работаю до 8 утра. Так что, упс. И сколько вызовов за это время приблизительно проходит? Ну, сейчас очень тяжело определиться с количеством, потому что в последний раз я уходила со смены, у меня было 17 вызовов. 17 за 24 часа? Да, 17. То есть ты, даже, ну и плюс госпитализация, как бы все в это вместе входит время. К сожалению, сейчас сотрудники тоже болеют, и бригад становится меньше, а заболевших становится больше. И в связи с этим приходится работать и по одному на бригаде, вот, и приходится как-то справляться. То есть нагрузка та же, а бригад, к сожалению, меньше. Но мы справляемся, как-то администрация пытается находить варианты, объединять бригады вместе людей. Но пока, конечно, да. Нагрузка такая, как будто лютая зима, когда вот пробки, когда идет задержка вызовов. Сейчас, к сожалению, тоже такая же нагрузка. А что самым психологически сложным оказывается? Вот сейчас в работе, да? Сейчас самое сложное, наверное, объяснить людям, то есть всю действительно тяжесть данного состояния, потому что до сих пор многие не верят в то, что это есть. В соцсетях, когда я веду какие-то посты, выкладывая ситуации, на меня начинают, там, пишут в личные сообщения, что ты все придумала, ты заодно в оппозицию встала, что так и так, вы специально надеваете все эти костюмы, ничего нет. Но когда начали болеть мои колеи, и когда вот я, к сожалению, заболела, пусть в легкой форме, но это есть, наверное, все эти люди, которые говорили, что когда самоизоляция закончится, и мы выйдем на улицы и с палками пойдем бить врачей, наверное, теперь они изменят свое мнение и все-таки будут прислушиваться к тем, кто все-таки действительно соблюдает самоизоляцию и верит от начала до конца, что все-таки, ну, что-то, ну, есть, но как бы вот вирус... Можно я такой наивный вопрос задам? Ну, ведь вас вызывают на симптомы заболевания. Да. То есть, ну, трудно дискутировать, если человеку плохо, у него температура, у него там затрудненность дыхания, ему достаточно трудно в этот момент инкриминировать вам, что это вы все придумали, никакого коронавируса не существует. Ну, иногда становится очень такая ситуация, комичная даже, то есть люди пытаются у себя найти те симптомы, которых даже нет. И все почему-то сгрести под коронавирус. А есть те, кто действительно считают, что вот он болен, но он до конца не понимает, чем он болен на самом деле. Поэтому бывают, конечно, столкновения, но большая часть, кто обращается именно по скорой, это уже люди, кто готов лечиться и кто готов соблюдать все правила для того, чтобы дальше не усугубить ситуацию. Отказываются ли от госпитализации? Бывает ли такое, что хотят остаться дома, а вы на старую? Есть такие, но и как бы мы даже сейчас, у нас есть шкалы, которые определяют тяжелое состояние, поэтому, к сожалению, сейчас госпитализации подлежат только пациенты с тяжелой формой, с проявлениями дыхательной недостаточности. А если это легкая форма ОРВИ, либо подтвержденная пневмония, но тоже, которая может лечиться дома и может наблюдаться участковым терапевтом, то, конечно, они остаются дома, и сами люди понимают, что все-таки место в стационаре сейчас лучше оставить тем, кто нуждается в дыхательной аппаратуре, кто нуждается в постоянном наблюдении и контроле. Но, конечно, бывают конфликтные ситуации, когда они считают, что им нужно попасть в стационар, здесь уже, конечно, решается вопрос на административном уровне. Мы, как сотрудники бригады, к сожалению, такие вопросы решать не можем. Наблюдали ли вы, что что-то изменилось в вашей работе, помимо возрастания нагрузки, помимо общей такой панической ситуации, тревожной. Что нового появилось в последние месяц-два? Нового в работе? О, бесконечное количество, наверное, каких-то новых правил поведения с теми или иными пациентами. Это, конечно же, средства индивидуальной защиты. То есть как бы это ни было нужно, но в этом действительно работать очень тяжело. И бывает на вызове у тебя не один пациент, а пациент и его семья, которая состоит из семи человек. И ты прекрасно понимаешь, что эта защита необходима, но дышать и вообще двигаться в этом очень тяжело становится. То есть, ну вот это, наверное, только тяжелая нагрузка, которая возросла, и попытка донести всю эту правду до людей, и что им нужно, ну вообще, как сохранять. То есть бывает, ты приезжаешь на какие-то спецмероприятия, есть у нас общежития, хостелы, где живут люди-приезжие, и у них уже подтвержденные мазки, и ты им пытаешься объяснить, что как бы нельзя, надо соблюдать вот эту вот изоляцию, но на них действуют, к сожалению, только сотрудники полиции. То есть они нам вообще не считают, что мы не у кассы. Были какие-то, ну такие особо выдающиеся случаи, которые вы бы за этот месяц запомнили? Прямо история. Ну, таких вот прям ах, наверное, не было. Ну вот я говорю, когда мы, наверное, разгружали вот эти общежития, часто бывает тяжело. Я была на вызове в военном университете, когда я зашла на вызов в 10 часов вечера, а вышла с вызовов в 7 утра. То есть на протяжении 8 часов я одна сидела и проводила осмотр, сортировку всех контактных, то есть в казарме. Это достаточно было тяжело уже. Сколько это человек? Это было так 10 человек, ну то есть на каждого как раз вот полчаса, пока ты проведешь осмотр, пока ты диагностируешь, пока ты заполнишь документацию. И приходилось на себя вызывать бригады, когда выявлялась пневмония. Но вот осмотр непосредственно лег на меня, так как я первая оказалась на этом вызове. Все посмотрели? Ну да, ну то есть я не знаю, кто больше смущался, я или солдатики, но время мы провели действительно интересно. Вы несколько раз упомянули, что администрация очень старается помочь, облегчить жизнь фельдшерам. Какие-то есть аспекты, которые вот особенно вы хотели бы выделить? Что делают? Ну, средства защиты прям вот нас укомплектовывают по полной. То есть у нас есть те бригады, которые постоянно выезжают на контактных, на спецмероприятия. То есть у нас есть и костюмы, и респираторы, и очки. То есть мы, конечно, пытаемся все это как-то, ну, минимизировать в использовании, там, стараться обрабатывать лучше или стараться лучше дифференцировать те вызованы, которые мы ездим, прозваниваем заранее. Потому что бывает повод один, а приедешь, а там даже и не слышали, что у них какой-то ковид. Поэтому, ну, администрация нас полностью укомплектовала в средствах защиты. Наша задача просто грамотно дифференцировать пациентов и не тратить защиту зря. Потому что, как бы, действительно их много, и надо как-то, наверное, относиться более с головой ко всем этим моментам. Какое-то время назад я обратила внимание на такую большую волну. Люди далекие от медицины, хотят что-то сделать доброе медикам, врачам. Кто-то покупает еду, привозит, кто-то... Ну, что еще делают? Ой, это, кстати, очень много. Вот я каждую смену прихожу, и каждый раз в столовой, то печенье, то куличи нам на Пасху привезли, то есть то у нас были обеды комплексные, то есть там суп, салат, второе, все было забито. Тут вот недавно колбасы привезли. Ну, то есть как-то помогают, но это приятно, конечно. Ну, такие моменты вроде пустячковые. То есть вот эти акции были у Макдональдса, у Бургер Кинг, когда у бригады. Нам, конечно, запрещено заезжать, ну, потому что, да, нельзя, чтобы мы заезжали, когда мы едем на вызов или с вызова в такие места. Но как бы такое было. Вот они устраивали такие акции. И это, конечно, приятно, потому что, ну, в любом случае ты понимаешь, что ты не бесполезна единица, и какие-то приятные такие моменты обеспечивает. Да, это очень здорово. А что еще поддерживает? Ну, все-таки действительно такое время тяжелое, трудно. И фельдшерам, и врачам. Что поддерживает? Нас? Мы сами друг друга поддерживаем. Как это? Ну, я не знаю. Я считаю, что как бы в любом случае нужно, ну, просто не падать духом, потому что были люди, которые заболевшие. И действительно, они, ну, когда все это только начиналось, еще никто не понимал, что это за вирус и чем он страшен. И как-то тех, кто увозили у нас сработать, если выявлялись в Москве, в обсервацию, и как-то с этими людьми постоянно поддерживать связь. И вот мы молодежным советом записывали какие-то видео поддерживающие для того, чтобы люди не падали духом, и что мы их ждем. Для тех коллег, кто уже оказался в больничном, что мы как бы нуждаемся в их помощи. У нас силами скорой помощи развозятся лекарства для этих, ну, как бы для сотрудников. Для коллег. Да, для коллег, то есть они обеспечены лекарствами, они обеспечены необходимым обследованием. То есть я считаю, что мы как бы, вот даже сегодня я лично на себе убедилась. Мне была также вызвана бригада, которая меня отвезла на КАТЭ, потому что мне самой запретили передвигаться по городу, так как я уже являюсь потенциально опасной. И, собственно, все, бригада меня отвезла. Ну, я считаю... Вернули назад? А, да. Да, вернули назад. Поэтому, ну, вот я считаю, что как бы мы в такое... Пока мы находимся под защитой нашей администрации, и потому что и вся администрация у нас тоже уже, и заболели, и выздоровели, и как бы все оказались в равных условиях. И какая бы ни была у меня защита, ну, вот кто знал, где оно подцепится. То есть никто не застрахован, даже если ты сверху донизу находишься в респираторах во всей защите. Ну, вот так вышло. В то же самое время многие медики боятся заболеть, боятся тяжелых последствий болезни. Как это у вас? Как вы это ощущаете? Ну, вначале, конечно, я не хочу говорить за всех, не хочу осуждать кого-то. Каждый сам отвечает за свою жизнь, и каждый вправе решать, что он делает. Но я считаю, что все равно это коснется каждого. И как ты не прячься на больничный, на специальный больничный, да. Ну, наверное, это такая ситуация, когда должны все, наоборот, быть сплоченны и думать не только о себе, но и, ну, в первую очередь, о себе, конечно, потому что если ты заболеешь, то все те, с кем ты контактировал, 99% могут тоже заболеть. Поэтому были, конечно, те, кто и сразу пытался уйти на больничный, чтобы не контактировать, сбежать инфекции. Но большая часть таких было. Ну, я не знаю, много-немного, но они были. Ну, то есть я не могу, да, там, не имея какой-то статистики говорить, но такие были. Ну, я не знаю. Они вернутся в любом случае, они выйдут с этих больничных и продолжат работать в этом коллективе. И это останется, как бы, за ними. Мы, вот, я очень переживала, конечно, сегодня, что я заболела, потому что для меня такой я трудоволик. И я думаю, вот, как же так, я подвела. Но я понимаю, что я, если выйду на работу, во-первых, я, у меня коэффициент полезного действия уже изначально снизится. И, во-вторых, я, естественно, буду тем очагом, который может быть заразен для тех, кто еще держится. Конечно. Опять же, какое-то время назад была страшная картинка, ее перепостили, по-моему, все, кто мог, и медики, и немедики, и пациенты, про длинную-длинную очередь из скорых, которые привезли пациентов и стоят в огромной очереди на госпитализацию. Были какие-то ужасающие комментарии, уничижительные. Действительно ли ситуация такова, то скорым приходится стоять в очереди? Нет, это, на самом деле, это было, как обычно, все раздуто в средствах массовой информации. Эта больница как раз в этот день принимала первый раз, поэтому, естественно, там еще не был налажен вот этот процесс приема пациентов и обработки машин. Поэтому случилась общая очередь. Кто-то ехал на обработку машины, кто-то ехал на сдачу пациентов. Но в целом вышла картина, что вот, посмотрите, у нас целый район забит скорыми, и вот столько пациентов. Нет, сейчас в приемных отделениях очень налажен этот процесс, то есть есть зона, вот эта стерильная зона, есть красная зона, куда мы приезжаем, сдаем пациента, и в очереди нас не держат, потому что это тоже нецелесообразно держать скорую, для того, чтобы она подвергалась фиторичному какому-то инфицированию. Пациентов сдаем, нам тут же расписываются, обрабатывают нас, машину, то есть проходит время обработки, и мы едем дальше. Кофе наливают? Кофе? Ну, в стационарах сейчас не до кофе, на самом деле, там уже и на вазовах иногда предлагают, вы-ка такие, ну, по глазам видят, вы-ка такие уставшие, давайте мы нальем кофе попить. А ты смотришь на себя в респираторе и думаешь, как же, это кофе ты себе туда зальешь. Поэтому, нет, сейчас все в равных условиях, на стационарах, они-то вообще бедненькие, они вообще не снимают эти костюмы, то есть мы-то как от обработки до обработки, они вот как утром одели, так и ходят в них, их вообще жалко. Юля, а знаете, я еще что хотела спросить, вот я неоднократно получала вопросы или участвовала в подобной дискуссии, вот, например, заболела мама, ее госпитализируют, остался ребенок несовершеннолетний, что делает в этот момент скорая, что с ребенком? Ну, если у него вообще родственников нет. Ну, такой же может быть. Ну, в любом случае, мы сотрудничаем с службой соцзащиты, поэтому как бы с несовершеннолетними детьми уже ведут они дальнейшую работу. Вот, ну, в любом случае, если... У меня была такая ситуация, у меня, значит, была женщина с мужем, они оба заболевшие, у них дети 5 лет и 3 года, ну, что-то такое. Вот мы забрали маму вместе с детьми в стационар, ну, а как мы же... Вот, когда такая ситуация, действительно, вместе, мы отвезли вместе, опять же, по договоренности с отделом госпитализации, мама едет вместе с детьми. В любом случае, они уже, если с ней находятся в тесном контакте, они заболевшие. Ну, могут быть, какой-то процент быть заболевшие. Поэтому, если у ребенка, наверное, нет признаков заболевания, то им занимается социальная служба. Если все-таки есть, то они госпитализируются вместе. Вместе с родителями. А вот вы упомянули, Юль, что очень важно, ну, как бы, сохранять присутствие духа и бодрость духа. Что помогает лично вам? Лично мне, я не знаю, я спортом занимаюсь. Ну, то есть, я как-то считаю, что в любой ситуации нужно заниматься любимым делом. И вот сейчас на самоизоляции мы сидим дома. То есть, у меня, грубо говоря, есть пропуск. Я могу ездить по всей Москве спокойно, меня никто не остановит. Но я считаю, что сидите дома. Надо своим примером подавать все-таки. Я говорю всем друзьям, сидите дома. Они мне спросят, а ты сидишь? Ну, то есть, конечно, я сижу. И также занимаемся спортом. У нас есть там наш проект КМС по здоровью. Мы проводим онлайн-тренировки. То есть, все желающие могут подключаться, бесплатно заниматься спортом. И на самом деле... Какие тренировки? Любая просто физическая подготовка. То есть, ОФП такое легкое. То есть, любой может желающий к нам подсоединиться, подключиться. И как-то с удовольствием в компании. Также в Zoom проходят тренировки. Поэтому я вот до того, как все это началось, я понимала, что иногда не хватает времени на какие-то личные свои желания, там, не знаю, почитать, что-нибудь посмотреть, не знаю, дома, помыть пол. Сейчас так все интересно оказывается дома. И столько всего дома можно поделать. У тебя столько времени. Действительно. Ты как-то начинаешь в этот момент заниматься саморазвитием каким-то. Это, ну, я считаю, это важно. Когда многие говорят, что дома нечем заняться, дома полно дел. Просто, ну, вот, это лень, наверное, это лень. Такая некая, да. Ну, или какое-то чувство обессиленности, возможно. Ну, оно есть у всех. Но если ты ушел с работы, пришел домой и не восстановился, эмоционально не восстановился, физически, потому что спорт — это тоже эндорфин. И это действительно... Ты позанимался, даже зарядку поделал, и уже у тебя такое настроение, тебе хочется дальше и дальше что-то делать. Ты возвращаешься на работу с хорошим настроением через, там, через два дня. А если ты какой ушел, такой и вернулся, то это саморазрушение. Да, это правда. Юль, спасибо вам огромное. Я, знаете, всем задаю под занавес один и тот же вопрос. Когда все закончится, что самое первое вы сделаете? Я к родителям поеду. То есть я даже, ну, от них самоизолировалась, они у меня там живут, я не знаю. Я им доставкой постоянно какие-то вещи привожу, там, курьерами, потому что, ну, все-таки, а не хочется, чтобы они подвергались, потому что я хоть хорохорилась, что я ничем не заболела, но вот, а кто знает, как к ним этот может вирус попасть. Ну, я, да, наверное... Многие там девушки говорят, побегут в салон и красоты, там, займутся какими-то личными моментами. Я, вот, съезжу к родителями и, не знаю, либо с ними вкусный чай. Класс. Спасибо огромное. Юль, спасибо, что смогли прийти. Это ужасно ценно. Поправляйтесь. Спасибо. Хорошо. Спасибо вам большое. И еще раз с праздником. Да, до свидания. Пока. Пока-пока. Пока. Пока.